Поражение России. Вот главный интерес Европы и США в войне. Стратегическое поражение России, которое декларируется рядом с странами НАТО и их союзниками, подразумевает уничтожение России. На российском зомбоящике продолжается тотальная истерия. Даже после ядерных угроз Путина пропагандисты все еще боятся, что мы можем ударить американскими или британскими ракетами вглубь территории временно существующей России. Разрешение на удары по Москве, Санкт-Петербургу, другим крупным городам Российской Федерации однозначно приведет к глобальной катастрофе. Мы действительно сталкиваемся с величайшей угрозой, которая была, может быть, когда-либо в нашей истории, даже по сравнению с Великой Отечественной войной. Хотя она не приняла еще такие совсем крайние формы, но угроза огромная, и мы должны это понимать. Казалось бы, после изменений российской ядерной диктрины уже и разговоров не должно было быть об ударах по России. Но вышло совсем наоборот, и наши союзники начали еще больше говорить о том, что это разрешение нужно Украине еще на вчера. Скобееву это очень раздражает. Ну и поражение России, вот главный интерес Европы и США в войне. Чистосердечное признание прозвучало из уст главы евродипломатии. Баррель заявил, что ежели Путин победит, то интересы Запада, как он выразился, будут серьезно повреждены. Чтобы добиться заветной цели, он призывает европейские страны позволить Украине атаковать западным оружием российские аэропорты. Причем, если в прошлом, аналогичном призыве Баррель использовал слово «airfields» – аэродромы, то в этот раз Баррель призвал уничтожать «airports» – аэропорты. Многоголосом хоре тех, кто согласен разрешить Киеву бить вглубь российской территории, все громче и бескомпромисснее звучит новый президент нового члена НАТО в Финляндии. Александр Стуб в интервью CNN призвал всех западных союзников, включая США, развязать Украине руки. Сейчас, мол, в СССР сражаются с одной рукой, завязанной за спиной. Формула мира по стубу. Украине нужно позволить вести войну без ограничений, все остальное вторично, иначе переговоры начнутся не скоро. Покидающий пост генсека НАТО Столтенберг сегодня у Йенса официально последний рабочий день также выступает не слишком дипломатично, скорее наоборот, буквально подстрекает своего преемника, бывшего премьера Голландии Рютта, к необдуманным суицидальным шагам. Йенс заявил, что страны-альянсы не должны бояться ядерной риторики Путина и прекращать поддержку Украины. Никаких изменений в политике России в связи с анонсированными изменениями ядерной доктрины Йенс не увидел. Так что срочно менять стратегию поведения с Москвой тоже не нужно. И ступы Столтенберг уверены, что разрешение на удары надо было выдать еще вчера. Кстати, Столтенберга в должности генсека НАТО уже официально заменил бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. И новый генеральный секретарь уже заявил, что поддерживают удары оружием НАТО по целям в РФ. Но эти решения будут принимать каждая страна-альянса самостоятельно. Кроме того, Рютте сказал, что его цель на этом посту – усилить поддержку Украины и приблизить ее к НАТО. Не может быть крепкой безопасности в Европе без сильной независимой Украины. Напомню, что стратегическое поражение России, которое декларируется рядом с стран НАТО и их союзниками, подразумевает уничтожение России. Волнует растерзанная, измученная Россия, которая не имеет возможности развиваться. Их интересует устранение России как своего биостратегического противника. Добиваются? Ну, пока добиваются. А вот когда нам снимут все ограничения… Кстати, МИД Германии также призывает союзников разрешить ВСУ использовать дальнобойное оружие. Глава Министерства иностранных дел Анна Лена Бербак заявила, что Киеву это разрешение необходимо для самообороны. Она также отметила, что и Германия должна передать свои ракеты большой дальности, однако канцлер Шольц пока считает иначе. Более того, он вроде бы впервые за два с половиной года собрался поговорить по телефону с Путиным. Официальных анонсов звонка пока нет, но если разговор с главой Кремля все же состоится, Шольц станет первым главой правительства стран-союзников Украины, который возобновит прямой контакт с Путиным. К дискуссии только уже с Кремлем готовится и Шольц. Непопулярность воинственной риторики среди избирателей, падающие рейтинги правительства и партии настолько сильно ударили по Геру Олафу, что он через газету «Дицайт» пустил слуг о желании наладить мирный диалог с Москвой. Канцлер Германии хочет позвонить Путину впервые почти за два года. Разговор запланирован на ноябрь в преддверии саммита Большой двадцатки в Бразилии. Европейские партнеры действительно очень хорошие, но все прекрасно понимают, кто принимает решение, сказал Владимир Зеленский о разрешении на удары с западным оружием по России. В интервью Fox News Live накануне президент Украины рассказал о своем визите в США и назвал его успешным, отметив двухпартийный характер встреч. Зеленский не сказал, получил ли он заверение в том, что приблизился к получению разрешения использовать западное дальнобойное оружие для ударов по России, однако в очередной раз подчеркнул важность снятия таких ограничений. Президент также отметил влияние США на политику других стран по этому вопросу. Нам это очень нужно. У нас были консультации с командой Франции. Мы провели консультации до Соединенных Штатов с командой Великобритании, потому что все эти европейские страны, наши партнеры, они очень хорошие, но они действительно понимают, кто принимает решение. В этом случае они смотрят именно на Вашингтон. Именно на Вашингтон смотрят и в Москве. Именно для Вашингтона они выдвигают свои угрозы. Вот, например, главный конь Кремля, Лавров, прямо с трибуны Генассамблеи ООН снова шантажировал США. Ну и Лавров с высокой трибуны Генассамблеи ООН заявил, что воевать с ядерной державой, а уж тем более пытаться победить ядерную державу, абсолютно бессмысленно. Нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают. Правда, пока рассчитывают победить Россию руками нелегитимного, ни х***кого киевского режима, но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду здесь говорить о бессмысленности, опасности самой идеи пытаться воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия. Эти маразматики, кажется, полностью игнорируют реальность и рассуждают так, будто Россия является единственным в мире ядерным государством. А если США начнут вам угрожать? Или Франция? Не думали об этом? Пожалуй, стоит принять этого внимания нашим партнерам и сделать уже какое-то заявление, которое поставит на место этих товарищей. Потому что муж бобретки Симоньян, он вообще разбушевался. Перехватили инициативу. Теперь мы им рассказали. Мы не стали рассказывать про эти ракеты вглубь территории. Ребят, мы им уже когда-то сказали, Владимир Владимирович. А теперь, ребят, вот такая у нас доктрина. Ну что, не треснет? Из чего сделаны? Из титана, стали? Или как у всех? Вот и посмотрим. То есть теперь это мы взяли ответственность на себя подняться по ступеням эскалации. А если не треснет, тогда что? Куда побегут эти обезьяны с большими искривленными ртами, когда ракеты вдруг полетят на РФ и будут пролетать рядом с их дачами или домами? Кстати, ходят слухи, что это может случиться уже после выборов в США. Белый дом продолжает издеваться над Киевом. Информационное агентство Associated Press, сообщая об итогах поездки Зеленского в США, редактирует материал, в котором говорилось о возможности разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов по России. Из публикаций изъяли целый абзац, в котором говорится, что Байден слишком осторожен, чтобы дать такое разрешение до выборов президента. Но после 5 ноября все возможно. Изъятое заявление принадлежало конгрессмену из Комитета по внешней политике, который и выступал на условиях анонимности. В итоге осталась лишь вот такая формулировка. Разрешение Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия стало бы одним из важнейших сигналов о том, что США намерены поддержать Киев в долгой и трудной войне. Бла-бла-бла. Не только Associated Press, но и The Washington Post со ссылкой на источники писала, что президент Байден слишком осторожен, чтобы снять ограничения на использование дальнобойного оружия перед выборами. Но после выборов это возможно. Думаю, абзац из материала убрали, чтобы лишний раз не раздражать россиян. Журналисты также пишут о том, что президенту Зеленскому пока не удалось убедить союзников поддержать план победы Украины, а также добиться снятия ограничений на дальнобойные удары вглубь России. Но его визит в США был важным. Зеленский представил план Байдену, Трампу и Харрис и поехал с помощью, которая будет гарантировать, что Украина сможет рассчитывать на поддержку Америки как минимум до прихода к власти новой администрации. Вот когда я слышу эти разговоры по, опять эти, даче разрешений на поражение объектов в глубине российской территории, вы понимаете, ведь дело не в разрешении. Ракет маловато. И Storm Shadow, и Скальпы. Европейцы свои запасы, так сказать, практически исчерпали. Американцы пока не исчерпали свои запасы и тех же АТАК МС и другие средства, особенно класса воздух-земля. Они не исчерпали. Но они не хотят вычерпливать, так сказать, свои склады до дна. Вот сейчас Байден анонсировал предоставление помощи Украине на 8 миллиардов долларов. Приличная сумма. Ракеты для Хаймерс, которые мы совершенно спокойно уже научились нейтрализовывать. Это от Щедрот еще одна батарея Patriot. Ну и, как всегда, несколько, так сказать, новых позиций. В частности, вот планирующие бомбы АГМ-154 в кассетном варианте. Хорошее оружие, да, сделанное по технологии стелс, с GPS, инерционной навигационной системой, с тепловизионной инфракрасной головкой самонаведения, который помогает, так сказать, затрудняет обнаружение системами ПВО и подавление системами РЭП. Даже российские пропагандисты признают, что новые бомбы, вошедшие в пакет помощи Украине, это хорошее оружие. Еще бы. По сути, это те же кабы, только гораздо точнее и могут наносить удары на расстоянии до 130 километров. Боевая часть этой крохи 500 килограммов, и она кассетная. Этот боеприпас, он в основном кассет. Там 145 суббоеприпасов. Это кассетная бомба, планирующая авиабомба. Потому для того, чтобы ее, допустим, сбросить на противника, есть два режима. Высотный режим, правильно, если запускать ее с высоты, допустим, 10-12 километров на околозвуковой скорости, она проходит, планирует за счет кинетической энергии и аэродинамических определенных законам на двух полуплоскостях где-то 100-120 километров, в зависимости от скорости и высоты сброса. А если невозможен такой режим, наши летчики сбрасывают такого рода и вида боеприпасы. Они у нас есть. У нас есть камеры. Хаммер — это французская, в принципе, планирующая бомба только с ракетным ускорителем. На предельно малых и малых высотах. То есть с достаточной скоростью, около звуковой, где-то примерно на малой высоте. Высота может быть несколько сот метров под лучами локаторов россиян. Это называется под радиогоризонтом, в зависимости от дальности. Эта авиабомба действительно может просто разгоняться, дальше подниматься нос самолета. Это называется кабрирование. Запускаться авиационная бомба, она чуть идет вверх, набирает высоту, а дальше, гася скорость за счет набора высоты, а дальше уже, используя эту кинетическую энергию, планируют еще примерно 20-30 километров. Но это кассетный боеприпас, и он, в принципе, выполняет задачу в основном кассетниками. Выкашивать можно сейчас легкобронированную технику и личный состав противника. Особенно пехоту, которая пытается выходить на наши позиции. Но если такие бомбы полетят по российским городам, будет очень интересно посмотреть, что скажут на это российские пропагандисты. Потому что все они обещали ядерный ответ на ракетные и дроновые атаки. А тут прилетят всего лишь какие-то бомбы. Вы не забывайте, что у Украины свои виды оружия. И они достаточно мощные. Как раз вот этот удар по... Это какие? У Украины свои виды оружия. По российскому складу оружия. Нет, нет, майк. В Терской области это украинское оружие. Это все эти дроны, поэтому... А с чего вы взяли, что это украинское оружие? Это потому что вы хотите преподнести, что это украинское оружие. Вот смотрите, Майкл, опасность ситуации... Послушайте меня. Опасность ситуации заключается в чем? Слушайте внимательно российского президента. Он говорит, если удар будет нанесен ракетами или беспилотниками, мы оставляем за собой право в ответ нанести ядерный удар. Там не написано и не сказано, что если они будут бить беспилотниками, которые они сделали из каких-то китайских запчастей или где-то там, я не знаю, в Житомире в подвале на коленке они его собрали и запустили, тогда, конечно, ничего не будет. А вот если они сделали там удар нанесли беспилотникам, который сделан из каких-то запчастей, сделанных где-нибудь в Британии или во Франции, вот тогда мы ответим, этого там нет. Там в принципе говорится про беспилотники, а вы мне рассказываете про какое-то украинское оружие. Это все ерунда полная. Это вот ровно то, о чем говорил только что Николай Викторович. Нет, в том-то и все дело, Роман, что уже целый год Украина наносит удары вглубь России своими видами ракетов, и они не собираются останавливаться, поэтому и именно поэтому напряжение, даже если США не будут и через 6 месяцев не будет давать разрешение, все равно… Ну а тогда, Майкл, следующий вопрос. Как вы думаете, тогда ради чего вся эта суета? Если оказывается, у нас все зависит от Киева. Ради чего вся эта суета, это вы нам объясните. Ибо правильно говорит этот недоамериканец Бом – мы не собираемся останавливаться. Уничтожать военные цели на территории России – одна из наших приоритетных задач. Тем более, что рот Путина-Песков по сути прямо сказал, что буквально воспринимать изменения в ядерную доктрину не стоит, никакого ядерного удара на атаку украинских дронов не будет. У него об этом прямо спросили. В минувший выходной над Россией было сбито 125 типа пыла самолетного типа, и эту атаку называют одной из самых масштабных. Причем произошла она после объявления президентом Путиным новых принципов ядерной доктрины. После подписания документа президентом такие случаи уже будут считаться основанием для применения ядерного оружия. Спасибо. Мы, честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу. Это документ чрезвычайно важный. Приняты важные решения. Они будут формализованы соответствующим образом, но специальная военная операция продолжается своим ходом. То есть сами россияне дают понять, что их ядерные угрозы это просто угрозы. Эх, Аскобеева так надеялась. А если ночью пролетят беспилотники, что вы скажете? А мы не ответим. Я так уже не скажу. Теперь, как говорится, весь ответ в руках нашего главного команды. Еще прилетело 150 беспилотников, разобрались. И по Украине мы и так бьем. Но кто эти беспилотники поставил, должен приготовиться. Ко всем, как говорится, ответным мерам с нашей стороны. Но понижение применения ядерного оружия состоялось? Я бы сказал, это не понижение применения. Это повышение риска применения. То есть риска угрозы тем, кто играет в красной линии с ядерной державой. Я уверен, и, кстати, с Алексеем тоже согласен, что ядерное оружие будет применено только в крайней мере. Эта лесенка эскалации, она достаточно длинная. А знаете, что неожиданно? Что на РОС-ТВ нашлись и такие эксперты, которые понимают, что угрожать ядерной войной куда более технически развитым странам могут только психи и самоубийцы. Поэтому призывают рупоров Кремля заткнуть свои рты и успокоиться. Есть два варианта. Мы применяем ядерное какое-то оружие. Ну, допустим, пускай это будет тактическое ядерное оружие. Применяем по Украине. Это раз вариант. Потому что за Украиной стоят ядерные страны. Там и вот эти беспилотники, про которые в подробностях сейчас Юрий Альбедович рассказал. Есть вариант второй. Мы наносим удар по странам НАТО. Например, там не надо даже прибалтов. Этих лучше не будить страшных людей. Чемпионат здесь себя ведет достаточно агрессивно. Шведы, которые, ну, то есть вот бывшие нейтралы, они, как говорится, еще вот, видите, с аппетитом, и поэтому ведут себя достаточно агрессивно. Допустим, мы применяем там неядерное оружие по этим странам. Как вы думаете, какой может быть ответ? Слушайте, а вы какой-то интересный вопрос мне задаете. О том. Я как раз хотел бы о другом говорить. О том, что в мире воцарилось, причем не в народных массах, а в политических кругах, как раз ядерное легкомыслие и ядерная безответственность. И то, в чем нуждается сейчас мир, это в ядерной трезвости, как никогда. И вот об этом надо говорить. А мы почему-то включаемся в эту игру и начинаем комбинировать. А вот если отсюда и сюда ядерный удар нанести, а будет сразу Армагеддон или все-таки через неделю? Я считаю, что не надо поддаваться и втягиваться в размножение ядерной безответственности. Ну, я с вами согласен. Я согласен. Но обстоятельства сильнее. Пока, пока они ударили по тормозам. Это мы пришли к этому знаменателю сейчас. Вот те государства, которые вы здесь упоминали, никто из них не собирается на нас нападать. Ни ядерным оружием, ни тем более ядерным. Нападать точно никто не собирается. Но это не значит, что отвечать никто не будет. Что касается разрешения Украине бить западным оружием, то, вероятно, этот вопрос более конкретно обсудят уже 12 октября на заседании в формате «Рамштайн». Тем более, это заседание нетипичное, потому что соберутся не только министры обороны, но и главы государств, которые поддерживают Украину. За полторы недели, в октябре, на «Рамштайне» мы должны определиться вместе с другими лидерами относительно общих шагов и совместного ведения, как усилить давление на Россию за эту войну и ради мира. Колебание государств-партнеров в вопросе дальнобойности – результат российской политики глобального шантажа. Но так называемые «красные линии Кремля» – это фикция, а угрозы ядерной эскалации – блеф. Украина доказала это на практике. Решение на удары с западным оружием вглубь России значительно усилит оборонительные возможности Украины и ухудшит положение РФ. Следовательно, приблизит завершение войны. Так что не поддавайтесь враждебной пропаганде, соблюдайте информационную гигиену и доверяйте только проверенным источникам информации. С вами была Анастасия Норицына. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok